хорошо выкрутилась давай возьми нужно это выпить почему ты помогаешь мне потому что я тебя перед я понимаю знаю что ты чувствуешь ну давай выпей этого немного пойдет о пользу в том доме я сприбил обходить не только с тобой ты была официальной сиротой а я полу официально я не знала что у тебя все так было мы для них были бедняками которым они остатки сыпали со стола на пол я работал до самой смерти все грязные дела разгребал и что в итоге осман козан лишил меня всех моих прав а а господин джунейт промолчал так же как с тобой кстати в этой жизни перед и у меня нет ничего только мама а она из-за смана козана не может полноценно жить она в отчаянии теперь им нужно расплачиваться понимаешь я не только за твою гордость но и за свою борюсь я остановлюсь ману козана напоминание наша годовщина с фериде а 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 Третий год, как мы вместе были бы. Мы на каждую нашу годовщину вместе с Джунейтом увиделись в том месте, где он впервые увидел меня. Очень романтично. Фериде, иди туда. Почему? Джунейт ненавидит меня. Он помолвился и любил. Он туда не пойдет. Порой, чтобы кого-то забыть, мы допускаем ошибки. Сразу его пытаемся заменить другим человеком. Может быть, Джунейт осознал свою ошибку? Может, пойдет туда, чтобы в последний раз увидеть тебя? Чтобы дать и тебе, и себе последний шанс. Последний шанс. Спящая красавица проснулась. А теперь я буду с тобой развлекаться, маленькая Фериде. Нет, не надо. Прошу тебя, не надо. Умоляю. Пожалуйста, нет. Нет. Стой. Стой, пожалуйста. Пусти. 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 Нет. Фериде? Не прикасайся ко мне. Не вздумай. Ладно, успокойся. Я не буду вредить тебе. Говорю же, не приближайся. Не приближайся, говорю. Ладно, Фериде. Успокойся. Я тебе ничего не сделаю. Ты держись подальше от стекла, ладно? Иди ко мне. Уйди отсюда. Уйди. Уйди. Ладно, Фериде. Успокойся. Я ничего тебе не сделаю. Ты должна мне довериться. Почему? Почему я должна верить тебе? Потому что я верю тебе, Фериде. Понимаешь меня? Я знаю, что ты невинна. Ну же. Мне конец, Тунч. Лучше бы ты подпустил меня. Лучше бы не спаться, я бы умерла. Неглупый Фериде, что ты делаешь? Оставь осколки. Ладно, это пройдет. Успокойся. Ты поправишься. Ты тоже будешь счастлива. Как? Ты на меня посмотри. Мне конец, я стала грязной. Это пройдет только после смерти. Пожалуйста, Фериде, не думай так. Ты ничего не знаешь. Произошли ужасные вещи. Они своими грязными руками ко мне прикоснулись. Я себя ненавижу просто. Я так жить не смогу. Я потеряла единственного человека, который в этой жизни меня по-настоящему любил. Меня больше нет. Нет. Больше нет смысла мне жить. Я хочу умереть. Посмотри на меня, Фериде. Прямо в глаза мне. Я дам тебе смысл. У тебя будет смысл, чтобы жить. Ладно, все позади. Ты очень бледная и очень растерянная. Тебя нужно вылечить. Тунч. А почему ты живешь в этом доме теперь? Дома Илюль все изменилось. Теперь это мой дом. Или с женой там, она... Стали мужем и женой? Нет. Еще не стали мужем и женой. Но если ты поскорее не придешь в себя, то свадьба будет. Зачем мне приходить в себя? Рать своей любви. Это должно быть твоей целью. Как же, Тунч? Как же я это сделаю? У меня совсем уже сил не осталось. Может, ты еще больше будешь страдать, Фериде. Но в итоге победа будет твоей. Потому что ты невиновна. И ты это докажешь всем. Пока живы те, кто провинились, ты умирать не будешь. Обещаю. Ты не понимаешь, Тунч. Я уничтожена. У меня уже не осталось ни сил, ни надежды. Я тоже очень сожалею из-за того, что я сделал тебе. Я закрыл глаза на то, что тебя выгнали из дома. Но я свою ошибку понял. И все поймут. Пожалуйста, доверьте мне. Ладно? Ладно, отдохни немного, потом поговорим. Все лекарства, которые доктор выписал, я по сообщениям тебе скоро отправлю. Их все мне купи, ладно? И отправь мне. Нет, в больнице нельзя. Все, что нужно сделать, будет сделано здесь. А, и кстати говоря, никто не будет знать, что Фериде здесь. Ты понял? Когда я получу то, что мне нужно, потом, если она умрет, мне будет плевать. Но до этого момента она будет жить. Ладно? Увидимся. Джунейт у себя? Да, он у себя. От моего имени. Ты сказал, что мы не будем участвовать в центре больницы. Я отменил совещание. Как смеешь? А потому что я нахожусь в совете директоров компании. Слава Всевышнего, как глава совета директоров, я все еще стою на ногах. Слушай, неужели ты не видишь, что мы выиграем? Не рискуя, ты не сможешь победить. Отец. На высоте и орлы, и змеи, знаешь? Кто-то прикладывает усилия, а кто-то прогнивая идет. Ты же меня научил этому. Поверь, ты будешь благодарить мне за то, что я принял это решение. Господин Джунейт, такой идеалист, никак не может углядеть, чтобы научиться управлять компанией. Тысяча всего им нужно еще сделать. Люди очень разозлились. Да я бы тоже очень разозлился бы. Все испортил им. Ферман, иди найди людей. Все, что им нужно, сделай, чтобы нас вернули. Мы должны получить это дело. Сделай что-нибудь. Верни дату, ладно? Чтобы совещание стояло. Я немедленно разберусь, отец. Как организую совещание, я сообщу. Хорошо. Тунч должен быть рядом с нами. Сейчас я не доверяю ни отцу, ни Ферману. А где Тунч? Да дома, наверное. Я позвонил, он не ответил. Я аж распереживался. Поехали. Добро пожаловать. Привет. Как дела, друг мой? Сегодня на работу. Ты не пришел? Да, так вышло. Немножко обиженным чувствовал себя. Поэтому дома я решил побыть. Простите, пожалуйста, позвонили из клиники мамы. Я должен был ответить. Как, тетя? Как всегда. По поводу выплат возникли проблемы, и я решал их. Да, что ты говорил? Все на самом деле очень очевидно и открыто. Хочу, чтобы ты тоже подчеркнул, что мы против участия в тендере больничном. Если вы устроите бойкот и не будете разрабатывать проект, то отец не влезет в это дело. Тунча, для меня это очень важно. Вы со мной? Ты что, меня процедить пытаешься, кузин? Я всегда рядом с тобой, ты знаешь. Спасибо. Но если дядя поставил перед собой цель, я знаю, и мне неспокойно. Поэтому вопрос, я не доверяю отцу. Ну да, ты прав, что сказать. Джуней? В глазах потемнело у него. И он получил удобрение брата Фермана. Но если мы трое объединимся, то мы будем сильны. Трое против двух. Взгляни на эту ситуацию. Я промышляю за спиной своего отца. Дорогой, дядя Осман тоже скоро тебя поймет. Будь спокоен. Надеюсь. Тебе тоже налить, Эллюль? Было бы хорошо. Хорошо, спасибо. А это не тот парфюм, который я купила? Там кто-то есть? Тунч, мы ведь тебя не тревожим, так? Да нет, ну что ты. Окно открыто, наверное, дело в этом. Пойду посмотрю. Плачь, Фериде. Расслабься, но тихо, ладно? Я тебе обещаю, все наладится. Джунейт свою ошибку поймет. Твоя невиновность будет доказана. Я тебе обещаю, Фериде. Эти слезы будут последним. Интересно, что-то случилось, что ли? Может, посмотреть? Да нет, еще чего. Сейчас придет. Да, окно было открыто. Со стола все упало, занавески качались. В итоге я разбирался с этим. Ладно, кузен, мы, пожалуй, пойдем. Слушай, Тунч, я, кажется, в скафу забыла свою обувь. Дай-ка гляну. Я уже там разместился, Элюль, дорогая. Там нет ничего. Вы, мужчины, то, может быть, и смотрите, но порой вы не видите того, что у вас перед носом. Пойду гляну. В этой комнате нет ничего, что принадлежит тебе, Элюль. Ты увидела. Но моя обувь осталась здесь. Дорогуша, если я найду, я принесу. Элюль. Ну же. Я хочу. Где Дженет, госпожа Назире? Ой, неужели его не найти? С ума сойти. Чего? Дженет отправился на работу. Сегодня рано встал он. Чего же он ушел, не подождав? Доброе утро, доченька. Доброе утро, отец Осман. Ты на работу? Да. Пойдем немного поговорим. Ну, ты с отцом говорила? Да, я говорила. Он тоже хорошо смотрит на ваше партнерство. Прекрасно. В кратчайшие сроки нужно лицом к лицу встретиться. Пускай приезжает непримый у себя. Я спросила про то, может ли он приехать, но у него очень много дел. Сказал мне все решить. Боже мой. Было бы хорошо, если бы он приехал, но... Он вас изучил и увидел, насколько вы проверенный и доверенный человек. Голос у него шел хорошо, и деньги в течение нескольких дней он отправит. Тогда мы и обсудим детали. Ладно, доченька. Ты чего там творишь? Пыль протирала. Ты смотри. В этом доме ни для чего нет подходящего времени. Пыль она вытирает, а? Джунеид. Что случилось? Будто меня кто-то звал. Наверное, послышалось? Когда будешь читать эту записку, мы уже будем мужем и женой. Мы на мир будем смотреть из своего рая. Я тебя очень люблю, любимый. Черт подери. Хватит уже появляться передо мной. Я тебе сообщу. Ты будешь на готове? Да-да. Скорее всего, будет в Гранд Отеле. Послышь меня, Дженк. Все детали запишешь, ясно? Чтобы было видно, как он дает взятку. Отчетливо. Чтобы Осман Кузан никак не мог это отрицать. Слушай, этот идиот сумасшедший хочет... Заключить партнерство с моим отцом, которого не существует. Деньги нужны. Единственный способ – этот скандал. Все зависит от этого. Хорошо, дорогая. Хорошо. Я целую тебя. Привет, Эйлиль. С кем ты говорила? С сестрой? Почему ты ко мне не зашла, когда пришла сюда? Утром ты меня оставил, убежал? Подумал, что ты меня не желаешь видеть. Я вожусь с больничным вопросом отца, Эйлиль. С утра решил разобраться. Изучаю это дело. Эти люди темные. А дело нас уничтожит. А может, в этот раз тебе нужно послушать своего отца? Атунч пришел? Мне и с ним нужно поговорить. Нет. Еще не приходил. Ладно. Все-таки обо мне ты больше переживаешь, чем Атунча. Хотя бы одного человека я опережаю. Ты капризничаешь мне тут, что ли? Но все еще есть люди, которых я не обошла. Семейное положение ты не поменял. Тут написано, что ты помолвен, Сфериде. А я в эту соцсеть даже не захожу. Уж прости. У нас есть общие друзья. Люди знают, что мы с тобой в отношениях. Ты просто меня подставляешь. Правда, я совсем забыла об этом, Эйлиль. А теперь посмотри, что случилось. Ну, спасибо. Стало спокойнее? Да, но если ты поменял, потому что я хочу, то давай-ка верни обратно. Эй, Эйлиль. Это не потому что ты хочешь. Потому что я хочу. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»